дорогие любимые привет хочу сегодня поделиться своей простой практикой техникой как в моменте менять состояние то что внутри тебя то состояние в котором ты сейчас находишься оно отражается как в зеркале в этой реальности все что внутри меня я вижу вокруг себя в этой реальности в этих обстоятельствах в этих событиях в этих людях в этих настроениях в том в тех картинках которые передо мной появляются ситуации птица пролетела машина резко затормозила кто-то на кого-то накричал вот все что я вижу своими глазами это то что есть внутри меня мои состояния создают все что происходит вокруг меня каждого человека каждый разговор каждое событие каждое обстоятельство каждый сюжет который я переживаю каждую эмоцию вот все что происходит внутри меня ураган буря или штиль который происходит внутри меня отражается во всей моей жизни снаружи вот здесь в людях которые взаимодействуют со мной в людях которые живут рядом со мной в моих близких в том что они ожидают от меня в том как они думают обо мне в том что они говорят обо мне как они чувствуют меня вот вот все что есть внутри меня оно происходит здесь попробуй ничего не ожидать когда-то я услышал во сне слова ангела который сказал мне володь попробуй ничего не ожидай попробуй находиться в состоянии где ты ничего не ждешь не хорошего не плохого не то что будет завтра не то что было в прошлом в моменте попробуй ничего не ожидать попробуй находиться в этом состоянии то что у нас было в прошлом в нашем опыте мы тянем за собой как рюкзаком в наше будущее наше состояние прошлого проявляется в нашем будущем в нашем сегодняшнем дне попробуй находиться всегда вот в одном моменте матрица так устроена матрица это вот иллюзия в которой мы все с вами находимся вот у каждого человека своя собственная матрица своя собственная история своя собственная иллюзия твой собственный мир кажется что мы в мире все вместе нас много нас миллиарды человек но это твой собственный мир все что ты видишь вокруг себя она происходит из тебя все что происходит берет свое свой сценарий берет свою свой свет из тебя и проецирует это все на экран который ты видишь своими глазами ощущаешь своим телом ощущаешь своими эмоциями это все происходит из тебя а как в моменте во первых заметить ты где находишься что тебя окружает какие люди какие события какие обстоятельства вот заметь это все не прячь свои глаза стань слухом стань зрением стань умом стань логикой вот посмотри на все что происходит вот прямо сейчас и глобальная и маленькая вот все что сегодня ты в жизни видишь не то что ты думаешь а то что ты видишь вот в этой реальности вокруг себя в твоей собственной жизни вытаскивай это замечай и прям выписывай смотри на это смотри на это смотри на это и если это все набирается как негативный такой клубок энергии представь себе такой черная энергия она такая вот суетливая волнительная колючая шипящая такая энергия набирается весь негатив который происходит в жизни которая тебя напрягает и он прям джух такое жужжит жужжит энергия жжит она такая вот прям темная с красными прослойками из такими вспышками она вот просто происходит эта энергия от всех напряжений которые ей жизни как эту энергию преобразовать как ее изменить начинай брать за хвостик каждую историю которая твоей жизни происходит и И попробуй на эту историю смотреть с другой стороны, по другим фокусам внимания. Попробуй благодарить за все, что происходит в твоей жизни. Энергия черная, красная, шипящая, жужжащая, колючая, хрустящая, происходит, происходит. И ты спокойно успокойся, найди внутри себя состояние, где тебе хорошо, внутри себя, где безопасно. И из этого состояния посмотри на все эти обстоятельства, которые в жизни происходят. И начинай потихоньку брать и благодарить. Благодарить за все, что происходит. За каждого человека в твоей реальности. За каждого человека, кто жив, у кого бьется сердце, у кого кровь течет по венам. Кто в твоей реальности есть, с кем ты взаимодействуешь. Начни за него благодарить, Господи, спасибо, что этот человек есть. Кого благодарить? Благодарить Бога, благодарить жизнь, благодарить вселенную, благодарить замысел, который ты не осознаешь, не понимаешь, но он происходит. Благодарить за каждого человека, за каждое обстоятельство. Благодарить за всю любовь, которая проявлена ко мне сейчас, Богом, вот в этой реальности, в этой жизни, в этих обстоятельствах, в этой интересной игре, в этом лабиринте, во всем, что происходит сейчас во мне. Начинать благодарить. Благодарить за своих детей, благодарить за родителей, благодарить за своих любимых, благодарить за здоровье, благодарить за место, где живешь, благодарить за обстоятельства, за людей, просто с которыми ты общаешься. Благодарить за них. Благодарить за тобой. Ты начинаешь благодарить за собой. Ты начинаешь благодарить, и твое сердце наполняется другой энергией. Энергия благодарности – это энергия такая туманно-светящаяся светлая. Она как будто бы поет, как будто бы ангелы поют с неба. Это совсем другая энергия. Вот это вот черное-красное, а это такая светлая, яркая энергия. Ты начинаешь благодарить, и энергия света, энергия любви, она переполняет собой все и поглощает всю негативную энергию. Энергия, которая в тебе отражается, она проявляется во всем мире, который ты видишь вокруг себя. Ты просто переключаешься из этих всех сложных обстоятельств, которые вокруг происходят, переключаешься на благодарность. Искреннее спасибо, благодарность – только это не то, что ты заставляешь себя благодарить, а ты искренне находишь, за что в этой жизни я могу быть благодарным. И вот все, что ты обесцениваешь, все, что ты осуждаешь, все, на что ты обижаешься, ты это собираешь и убираешь от себя. И просто находишь в моменте, за что я благодарю. Я благодарю. Я сейчас рассуждал, смотрел до того, как записывать видео, за что я благодарен в своей жизни. И так много вещей, конкретных событий. У меня сейчас сын младший, он учится в Краснодаре в институте. И если еще год назад он был такой колючий ежик, и он все такое на всех кусался, огрызался, а сейчас он оказался в месте, где ему хорошо, и он счастлив. Я смотрю на него, он просто красивый, он счастливый, он довольный. У меня сейчас старший сын, он живет в Москве, учится в Москве. У него четвертый курс, заключительный курс в институте. И сын увлеченно занимается тем, что ему интересно. Ему интересны компьютеры, ему интересны создания сайтов, программирование, математика, физика, астрономия. Ему интересны вещи, в которых он увлеченно вникает и в эти вещи разбирается. И мне нравится то состояние, в котором он находится. Он сам себе готовит еду, он смог наладить отношения со своими соседями в общежитии, в квартире, которую они снимают вместе с двумя другими студентами. И если до этого, год назад и два года назад, у него были сложные взаимоотношения со своими соседями по жилью, то сейчас у него все перестроилось, и у него полностью комфортная, классная жизнь. Умненькие детки занимаются тем, что им интересно. Я посмотрел жизнь своей мамы, и да, папа умер. Ее дорогой, любимый человек, с которым она прожила всю свою жизнь, умер. И я очень волновался за маму, за ее состояние. И своей энергией я дарил ей утешение. Я посылал ей утешение в ее сердце, и сейчас, общаясь с ней по телефону, я понимаю, что маме тяжело, что папы нет, но я не боюсь за нее, у нее все в порядке. Она смогла найти в себе фундамент под ногами и жить. И я благодарен, я благодарен. Сейчас вот за окном идет снег, холодно, опять пришла зима, а я нахожусь в теплой квартире, вот в одной футболке записываю это видео. Я даже батареи не включал, у меня теплая квартира, и здесь хорошо в этой квартире. У меня классный компьютер стоит, офигенный свет, у меня офигенная классная камера Sony, о которой я когда-то мечтал и купил, потом продал, потом снова купил. У меня в жизни получается, я смотрю вот в каждый, в каждый аспект своей жизни, я понимаю, что здесь так много за что благодарить, за людей, которые окружают меня, за людей, которые были в моей жизни, в моей истории, за людей, которые будут у меня завтра. Но вот сейчас, в моменте, я начинаю благодарить. Я начинаю благодарить, и это вот состояние, энергия, эта светлая энергия, она загорается. Но чтобы она загорелась и поглотила в себя эту черную энергию, необходимо вначале увидеть, заметить весь негатив, который происходит, все сомнения, все страхи, все обиды, все осуждения, все, что я обесцениваю, все, чего я боюсь увидеть, прям поднять это, посмотреть перед собой. Это всегда видно в реальности, вокруг тебя. В реальности ты можешь слышать, чувствовать, понимать все негативное, что в тебе есть. Ты вытаскиваешь это наружу, замечаешь, выписываешь все, что негативное в твоей жизни есть. Кто тебя любит, кто тебя не любит, что о тебе думают. Твои страхи достаешь, вытаскиваешь, вытаскиваешь. И пускай эта энергия негативная, представляем ее как темную энергию, она вот скручивается, она прямо перед тобой. Но из этой негативной энергии создается очень тяжелая жизнь снаружи. А мы хотим ее преобразовать в светлую, легкую, любящую, дышащую энергию. И эта энергия, она создается в момент благодарности, когда ты отпускаешь всякое зло в себе, когда ты находишь благодарность за какие-то конкретные, простые вещи, простые вещи, достаешь их. И потом ты смотришь в эту негативную энергию, вытаскиваешь эту негативную мысль, как она звучит. Достаешь ее и смотришь на нее глазами твоего сердца благодарного, глазами света, глазами любви, глазами благодарности. Вот достаешь какую-то мысль, которую боишься, в страхе находишься, достаешь ее из себя, вытаскиваешь, говоришь ее вслух. И попробуй с другого фокуса внимания на нее же посмотреть и найти, за что я могу благодарить сейчас, находясь в этой негативной мысли. Как только ты найдешь, за что я могу благодарить вот в этой негативной мысли, она моментально преобразуется в свет. Она прям растворяется и всасывается в эту энергию света и больше она не создает тебе напряжения. Она просто фух и рассеивается, и клубок становится меньше. Достаешь следующую мысль, следующую мысль. Достаешь вот эта вот энергия негативная, это мысли, это страхи, это состояние, это ожидание, это терпение, это скованность, это боль физическая, душевная боль, психическая боль. Это то, что тебе дискомфортно, больно. И все эти боли происходят от определенных мыслей. Ты чего-то боишься и ты это переживаешь. Достаешь это все, достаешь. И просто благодарностью смотришь и думаешь, за что я могу благодарить вот в этой мысли. Ты достаешь это и трансформируешь. И трансформируешь с благодарностью. Замечая негатив, находишь, за что я могу благодарить здесь. Давай еще раз поясню. Когда находишь в себе негатив, в себе, в отражении, замечаешь и выписываешь. И этот весь негатив, который в твоей жизни происходит, в твоей реальности, в твоих обстоятельствах, он похож на энергетический, темно-красный такой шар с такими, с дымом, с такими какими-то вращениями, со звуком хрустящим, колючий такой. После этого ты находишь в себе состояние благодарности. Ты ищешь, за что ты благодарен в своей жизни. Богу благодарен жизни, благодарен вселенной, благодарен замыслу. За что я благодарен. И в этот момент ты создаешь возле себя, рядышком с собой, вот такой вот светлый, красивый, поющий шар. Поет как звуки ангелов, как пение ангелов на небе. Такая прекрасная, мощная энергия жизни. И вот у тебя на одной руке энергия негативная, энергия светлая, позитивная. И эта энергия позитивная, она способна трансформировать весь негатив, который есть в тебе. Она поглощает его, убирает его и автоматически убирает твое внутреннее состояние негативное. И снаружи все налаживается. Если была разбитая квартира, она ремонтируется. Если не было денег, деньги появляются. Все в жизни трансформируется через энергию, которую ты в себе трансформируешь, создаешь и генерируешь. И эта вот светлая энергия, она поглощает весь негатив, который в жизни происходит. И чтобы это произошло, ты просто достаешь негативную мысль, вот просто достаешь из этого клубка негативной энергии, достаешь эту мысль, озвучиваешь ее, смотришь на нее, читаешь ее, проговариваешь ее вслух и думаешь, как я могу быть благодарен за вот это событие, за это обстоятельство, за этого человека, который создает во мне негативную энергию, такое вот состояние. Начинаешь благодарить, начинаешь находить, за что ты можешь благодарить. И благодарность, она полностью трансформирует, она полностью изменяет вот это состояние обиды, обесценивания, осуждения, страха. Вот это все достаешь и трансформируешь. Это твоя практика, твоя личная практика. Можно терпеть годами, можно фиксировать в своей жизни много неприятностей, а можно обратить свое внимание и трансформировать в течение одного дня, сесть, выделить себе 15 минут, 40 минут, час, и сидеть и заниматься тем, что находишь в себе энергию благодарности, создаешь ее этой энергией, трансформируешь все зло, которое происходит вокруг тебя, в твоей жизни, в твоей душе, в твоем состоянии. Прорабатываешь его. Проработай сегодня, проработай прямо сейчас. Начни благодарить, начни вначале находить весь негатив, который есть в тебе, все зло. Потом начни благодарить за то, что в твоей жизни есть. А потом берешь негатив, достаешь, озвучиваешь и начинаешь благодарить, вот за что хорошее происходит в этом во всем плохом. Во всем плохом есть хорошее. Все в мире дуально. Есть негатив, есть позитив. Во в каждом негативе есть что-то хорошее. В каждом хорошем есть что-то негативное. Помните, как мультик «Головоломка», где была радость и была скорбь. Это две стороны одной медали. Всегда все в мире дуально. Если есть что-то плохое, то всегда есть то, за что мы можем благодарить, что стало реальностью в нашей жизни благодаря этому плохому. Классная практика, классная техника, техника благодарности, когда можно закрыть глаза, начать благодарить и благодарностью трансформировать все негативное, что в жизни происходит. Ну что, пойдем в практику? Выпишем все негативное и трансформируем это все благодарностью. Да будет так. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok